Тигр Куро Мори Мины Тигр Куро Мори Мины ИСА второго, правда, СП И вот этого вот красавца Firefly. Три года назад они были Добавлены и стали представлять собой Пятерку. Я, честно говоря, момент Введения в игру вот этих двух машин Пропустил, не знаю каким образом Но вот как-то я не заметил момента Введения в игру, каким образом они там Попали К игрокам, то есть как их Можно было заполучить, надо было в ивенте Их выбивать или может за золото можно было Купить или за реальные бабки. Короче говоря, ребят Если у кого есть Firefly Или ИС, пожалуйста, напишите в комментариях Каким образом вы их получили Вот что они вам обошлись, ну и что вы думаете По поводу данных машин. Мое же Субъективное мнение, идея по поводу Тройки была гораздо интереснее Как видите, эти три танка Существенно отличаются от двух добавленных Ну просто находясь В одном стиле, одной тематике Эти же двое товарищей все-таки из общей картины Как мне кажется, выбиваются Что собой представляет Тигр Куро? Ну это вот такой вот Довольно неплохо бронированный танк Сравним его потом с другими ребятами И основными конкурентами данной машины По уровню являются Тигр-131, который Существенно уступает Куру В отношении бронирования, как вы видите По моделям это видно Но, ребят, все-таки Куро далеко Не тот же самый ледокол, которого можно было Забрать из батлпасса, который, кстати С тех же машин был перерисован И Тигр-1, который по броне является Чуть ли не имбой на своем уровне Исходя из того, что верхняя планка Имеет целых 190 мм брони Передний бронелист 120 И тут можно действительно отыгрывать, танковать Башня забронированная Ну просто-таки практически идеальна Да, есть, безусловно, серые зоны Не без них Но все-таки в сравнении с Куро Мором Ну, как бы вообще Не подходит Куро Мори Надо говорить правильно Куро Мори Мин Итак, ВСНчик, запомни, пожалуйста Не вводи в заблуждение Короче говоря, ребят Вот так вот выглядит его броня Что касается Тигра-1 То Тигр-1 в нашей сравнительной таблице Без картинки какой-либо Да, там почему-то Не знаю почему Но внешний вид машина имеет В принципе тот же самый Что и вся эта серия танков Тигра И мне кажется, что Тигр-1 Наверное, самый бодрый И самый классный из них Почему? Ну, просто потому что Посмотрите на Куро Что он имеет? У него, по большому счету Довольно неплохой заявленный ДПМ Но посмотрите, насколько Тигр-1 Его взывает То же самое по Альфе То же самое касательно Выстрела в минуту Я бы сказал, что на один выстрел В минуту больше даже У Тигра-1 Чем у этого товарища Который преобладает Над 131-м И ледоколом Короче говоря Безусловный имбой Из этих вот Четверых товарищей Является Тигр-1 Но если убрать его Из сравнения Хотя давайте сначала посмотрим На характеристики Нифига нету Да, здесь ни процента побед Вот просто ничего Поэтому мы его можем Смело отсюда убирать И не брать его в учет А вот те ребята На которых играют Они у нас остаются И как вы видите Ледокол имеет Очень классную доходность 145 По сравнению С всего лишь 94 У Тигра Курай Ну и соответственно Данная машина Однозначно не для фарма Что касается Подвижности Там по машине То же самое Практически Один в один Ну может Немножечко больше Удельная мощность И чутка больше Мощности в лошадиных силах В эффективность Но блин Ребят Ну куда Ну я бы не сказал Что прям На что-то влияет Во всем же остальном Машины очень схожи Те же самые параметры По орудию Типа сведения и разброса Все то же самое Да ДПМ чутка выше Но блин Я бы не сказал Что прям Настолько Ну просто потому что На грубо говоря Один выстрел в минуту Вы делаете больше Существенно или нет Ну наверное Существенно Раз настолько больше ДПМ Но по большому счету В игре Это поверьте Практически Не ощущается Поэтому ребят Нам ничего другого Не остается Кроме как Перекинуться назад в игру Взять машину Ну и поехать на ней В бой Перед этим Посмотрим на характеристики Орудия С учетом установленного Оборудования С учетом установленной Амуниции Потому что это тоже Существенно влияет Так вот Когда вы поставите Оборудование Поставите себе Амуницию И будете иметь Полностью прокаченные Перки В экипажах Вы будете иметь Следующие характеристики Время сведения В 3.9 Разброс В 0.350 Скажем Урон в минуту В 2.120 Единиц Уже Время перезарядки Будет 6.23 Ну а дальше Вы видите все Сами на экране Я думаю Что в принципе Повторяться нет смысла Что касается Уголов склонения Вниз Минус 8 Не все так круто И это мы сейчас С вами посмотрим Непосредственно В бою Ну что Поехали Попытаемся Чего-то На тигрем Куромори Мины Блин Как мне сложно Выговорить Это название Прям вообще Не лезет И что самое парадоксальное Что если Аньку Можно называть Анькой Если ПЗ Можно просто Назвать ПЗ СП Для того чтобы Кейм выбросить То из этого товарища Выбросить Что-то очень сложно Скажешь Тигр Не совсем правильно Тигра у нас В принципе Хоть попкой жуй Скажешь его Куро Ну как-то Не очень звучит Короче говоря Как его называть Кратко Так чтобы это было Лаконично И понятно Я честно говоря Затрудняюсь ответить Ну что Поехали Попробуем Что-то на нем сделать Как и другие машины Из этой серии Отключить Японскую озвучку У вас не получится И в этом Фишка данных танков Как бы сильно Этого не хотелось Ничего не выйдет На наших экранах Тигр первый Обратите внимание Ну ребят Полностью Брат-близнец Просто перерисован По-другому По подвижности Я бы сказал Что мы немножечко Даже уступаем Тигру первому Так как товарищ Уже улетел Очень далеко И гоняться За ним смысла нет Проскакивать здесь Мне уже боязно И я в принципе По-моему Сделал правильное решение Что не начал проскакивать Потому что сейчас Бартину отхватил От КВ второго И я сомневаюсь Что получил бы От этого Какое-то удовлетворение Давай показывайся Друг Я больше чем уверен Что у тебя сейчас Заграет жадность Ты сейчас будешь Все равно вылазить Для того чтобы В кого-то бросить Единственное что Я не знаю Кто может мне подсветить Вот этот товарищ Я сам себе подсветил Постой там секунду еще Ай блин Немножечко не хватило Ну вот теперь Можно попытаться Идти в прорыв Да ладно Ладно не буду говорить Что тут игра Что-то подкручивает Тут уже я косанул Мне надо было нормально По-человечески Зайти в прицел И нормально прицелиться Нормально свестись Поэтому Какие ошибки есть Такие и есть Я всегда свои ошибки Признаю Особенно если есть Что признать И этого Абсолютно не стесняюсь Так Ай-яй-яй-яй Отходим Нет Не хочу Ладно Попросим о помощи Может кто-то подтянется Потому что сейчас Меня Блин Подъедет АТ-15 И будет меня разбирать Я не хочу Абсолютно Давай Черчилль Помогай Будем глушить Этого товарища Заехали к нам В корму Все Поиграли Да Отправили в ангар Жалко Что ребята Не захотели По-человечески Подъехать Поддержать Ну Как приняли решение Так приняли Хаять никого не люблю Как сыграли Так сыграли Смотрим по броне Как видите Пробивается и планка Мехвода И нижний Или как его там Передний Да назовем его Бронелист И в нижний бронелист Понятное дело Что по бортам Короче говоря Особой какой-то здесь Брони нет И как вы видите Тигр первый Он в принципе Играется в этом отношении Явно куда лучше Товарищ до сих пор Является живым По нему приходят Не пробои В отличии от меня Меня действительно Пробивали И по-моему Я поймал сколько там Один Да по-моему Снаряд без пробития Все остальное Вошло в меня Просто как Горячий нож В масло Не сильно приятно Но в целом Чего ожидать С учетом того Какая броня Изначально была Заявлена по машине Досматриваем бой Досматриваем бой Даже результаты Смотреть не будем Потому что Мне кажется Что особо Ничего там Годного С этого дела Не получилось Могу ли я сказать Что была моя ошибка Наверное Была Надо было мне На передовую Не лезть Надо было отстояться Но все-таки Я тяжелый танк И мне хотелось поехать С кем-то пободаться И с кем-то повоевать Тысяча урона Один сделанный фраг По результатам фарма Он вообще В принципе Никудышний Но тут проигрыш И особых результатов Не было Ну а в своей команде Я занимаю Средничок И что самое парадоксальное Что на Тигр и Куру Особо часто В топе Топ-2 Допустим Вы находиться По количеству Нанесенного урона Не будете Ну по крайней мере Если вы будете Играть активно Если вы будете Играть неактивно Если вы будете Отстаиваться Где-то На третьей линии По засветам Своих союзников Стрелять То возможно Вы можете Вывозить и больше Среднего урона Но в таком случае Вы будете Обрекать свою команду На проигрыш изначально Потому что Вы тяжелый танк И на вас В принципе Строится полностью Весь бой И судьба Тяжелого танка Ехать и продавливать Направление Держать это направление Да То есть Каким-то образом Сопротивляться врагам Задача легких танков Подсвечивать Задача ПТшек Уже Как раз Находиться где-то На третьей линии В основном И соответственно Оттуда наносить урон Поддерживая Всю команду Своим ДПМ Ну и соответственно Своей альфой Все в зависимости от того Какую ПТшку В руки взяли Объект меня таранит Я не совсем понимаю Зачем Будем надеяться Что случайно А он просто Направо хотел поехать Ну окей Хорошо Едь направо Я просто Не знаю В чем суть Твоей поездки будет Смотрим на команду Кто куда Кто в лес Кто под рова Ладно Поехали в ангар Первая жертва И мне кажется Что если все будет хорошо То данную жертву Мы Заберем Однозначно В ангар Либо по крайней мере Поможем это сделать Углы склонения Вот угол склонения Опускаешь орудие вниз И вот все Что у тебя получается Хорошо это или плохо Поверьте Не сильно хорошо Потому что Когда ты играешь От неровности И свешиваешься Так чтобы Точнее не свешиваешься А пытаешься Не выехать Чтобы свеситься Ты все равно Вылазишь Все равно У тебя видна Планка мехвода И в принципе Вот этот угол Склонения орудия вниз Он не помогает Тебе отыгрывать от башни Тебя все равно Пробивают Потому что Не в башню бьют А именно В планку мехвода Сейчас попытаюсь Помочь объекту 244 Забрали Перехожу на голду Потому что Вот этого товарища Магнуса Не везде я могу К сожалению Пробить своим пробитием Ну а тут уже Можно попытаться Поработать И базовым снарядом По Передней планке Так Разворачивайся Разворачивайся Потому что В бортину прилетает Есть Ну и Финальный Аккорд Блин Сделали до меня Ладно Хорошо Сделали Да и сделали Главное Что мы Разобрали Данного товарища Счет 4-4 Я имею ввиду По оставшимся Живым союзникам Да Блэк Принц Зараза Со своим временем Перезарядки Это просто Чума какая-то И главное Что мне Помочь особо Некому Я надеюсь Что сейчас Объект 244 Поможет мне Что-то с ним делать Но по большому счету Ничего годного С этого явно Не выйдет Просто потому Что этот Засранец Имеет Такое Время Перезарядки С которым Делать Что-то Очень Сложно Не смог Не смог Выцелить Его даже Голдовым Снарядом Ну вот Как получилось Так получилось К сожалению В данном бою Будет Однозначный Проигрыш Потому что Навряд ли Наш 59-16 Справится С двумя Тяжами Заряженными ХП От любого Из них В принципе Спрятаться Ему не получится Блэк Принц Со своим Бешеным КД И КВ-2 Со своей Мега Альфой Однозначно Вынесут его В ангар Тем более Мы играем Во встречном Бою А не в превосходстве Поэтому даже По очкам Захвата Он бы не Вытянул Ну что Ребят Вот такой Вот он Танк Тигр Куро Я сделал Один фраг Полторы тысячи Нанесенного Урона Ну и что Касается Результатов По фарму Проигрышный Бой Поэтому Ничего Показать Не могу Насколько Получаешь Удовлетворение От боя Ребят Ну не намного Больше Чем Играя На любом Другом Тигре На том же Самом Ледоколе Я получаю Удовлетворение От игры Гораздо Больше Ну а данная Машина Стоит у меня Когда не История В ангаре И возможно Когда она Появится На продаже Либо появится Возможность Ее забрать В каком Нибудь Ивентике Вы захотите Запотеть И оно Стоит Того Но только Если Запотеть А в отношении Покупки Исключительно Это ребят Коллекционеров И не более Того Потому что Есть машины Более годные Если вы Ищите себе Танк На котором Будете играть И получать Результаты От боя А не только Позитивные эмоции От того Что заехали На машине С уникальной Раскраской И уникальной Историей В нашей игре На данный момент У меня Все Всех благ Всего хорошего Мира Друзья мои И обязательно Спокойствия Пока-пока